привет друзья гости моего канала сегодня приготовлю вот такой красивый нежный вкусный торт рафаэлла он очень быстро готовится и подходит как для домашнего чаепития так и для праздничного стола для начала я приготовлю сироп 150 миллилитров воды я добавляю 120 грамм сахара и ставлю на огонь довожу до кипения и буду варить еще две минуты поставлю остывать до комнатной температуры пока сироп остывает буду готовить бисквит для этого в муку я добавляю кокосовую стружку и рубленные орехи 120 грамм муки и 40 грамм орехов и стружки хорошо все перемешаю и отставлю в сторону 6 яиц я поделила на белки и желтки в белке я добавляю щепотку соли и начинаю взбивать до мягкой пены в белки я добавляю кукурузный крахмал 30 грамм крахмал нужен для стабилизации белков чтобы они лучше и быстрее взбились и в три-четыре приема я буду добавлять 150 грамм сахара взбивать белки я буду примерно 5 минут посмотрите какие глянцевые устойчивые пики у меня уже получились духовку лучше уже включить для разогрева на 180 градусов тем же венчиком я буду взбивать желтки к желткам я добавлю 20 грамм сахара и немного перемешаю венчиком пока не растворится сахар желтки побелеют и увеличится в объеме выливаю желтки в белки и буду аккуратно перемешивать лопаткой плавными но уверенными движениями снизу вверх посыпаю сухие ингредиенты муку я предварительно просеяла и также буду аккуратно вмешивать ну а и Форма у меня диаметром 20 на 30 сантиметров. Если вы будете брать круглую, уберите 28 сантиметров. Разравниваю бисквит. Выпекаться он будет примерно 20 минут. Готовность проверяю сухой шпажкой. Пока бисквит выпекается, приготовлю крем. Для этого мне потребуется 200 грамм сливочного масла. Я буду его взбивать миксером. Когда масло побелеет, аккуратно прохожусь лопаткой по стенкам миски, собираю все непромешанное масло и продолжаю взбивать. Этот процесс у меня занимает примерно 5 минут. По желанию можно добавить ванильный сахар. Сахарный сироп вливаю в масло в несколько приемов. И еще вымешиваю примерно 2 минуты. Если вы еще не готовили такой крем, я вам советую попробовать. Он очень нежный, очень приятный на вкус. Очень устойчивый и удобный в работе. Мой бисквит испекся. Я достаю его из формы. По краям прохожусь ножом. И разрезаю на 2 коржа. Посмотрите, какой красивый бисквит. Аккуратно срезаю края бисквита. Это будет у меня крошка. Пропитку готовьте любую. Можно молоко, можно сливки. Можно вода с сахаром. Крем я делю на 2 равные части. Первая часть пойдет на первый корж, а вторая сверху. Кремом смазываю верхи, пока торта. Бисквитная крошка я прохожусь по бокам торта. В шахманном порядке я насыпаю крошку бисквитную, а также кокосовую. Посмотрите, какой красивый тортик у нас вышел. Вкусный, нежный, ароматный. Разрезала я его сразу. Посмотрите, друзья, какой он красивый в разрезе. Он невероятно вкусный! Я желаю всем приятного аппетита! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok